Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ Квартирник. И сегодня я пригласил к себе в гости замечательную группу. Признаться, еще ни один исполнитель, ни один музыкант не был на Квартирнике у меня два раза. Это... Такого не было. И вот сейчас это первый раз, когда группа «Зеркало». Здравствуйте, ребята! Добрый вечер! Приветствую вас, приветствую вас. Алексей Фадеев. Я. Леш, представь, пожалуйста, свою команду. С большим удовольствием. Начну с уважаемого человека Василия Васильевича. Это барабанщик, сидит за спиной. Барабанщики всегда как сидят за спиной. Да, они всегда уважают. Да, это правда. Это басист Иван Шамин. Это я. Гитара, на самом деле, еще мандолина и будет, сегодня не будет, баяна. Она еще играет на баяне Илья Лапин. Да, Илья Лапин. И сегодня нет еще одного с нами музыканта, Андрей Сидоренков, который был в прошлой... Да, 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 да. Да, он электрогитарист. Вот наша группа, пять человек. Ну что ж, давайте от слов перейдем к делу. Давайте уже что-нибудь сыграем. И хочу сразу нашим телезрителям сказать, у нас прямой эфир 541-2540. Звоните. Сейчас мы послушаем, какую ребят нам предлагают сегодня музыку. И давайте вместе со мной уже включаться в разговоры, в беседу. Поехали. Начинаем, да. Начнем с такой легкой попсовой песенки. Она называется «Гроза». В вашем исполнении, в вашем сейчас слове «спопсовый» прозвучало... В хорошем смысле. А, в хорошем смысле. Все, я понял. Ну, поехали. 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 Когда утихнет гроза, и успокоятся ветры, И долгожданное солнце пробьется сквозь облака. Тогда ставит гроза на горизонте просветы, И запоют хором птицы во все свои голоса. Поехали. 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 А дождь прошел и снова чистый, Стало небо синева, И радуга раскинется дугой. От воздуха и трав душистых Пусть закружится голова, А грусть проходит стороною. Радость твоя от яркого света, Сдернув чуть плечи, зажмурит глаза. Радость твоя к жаркому лету Выйдет навстречу. Радость твоя к жаркому лету Радость твоя от яркого света, Сдернув чуть плечи, зажмурит глаза. Радость твоя к жаркому лету Выйдет навстречу. Когда утихнет гроза. Хорошего настроения? Это просто замечательное настроение. Еще раз напоминаю всем нашим телезрителям. 541-2540, телефон прямого эфира. Звоните, давайте пообщаемся. Также хотелось бы сказать огромное спасибо всем тем, Кто нас сейчас смотрит в интернете, Потому что огромная-огромная армия уже подключилась Именно к этому виду связи. Армия целая, можно сказать. Ребят, я уже почти намекнул нашим телезрителям, Почему вы уже второй раз, Единственный, кто второй раз у меня в гостях. А вы-то почему согласились второй раз прийти ко мне? Ну, потому что мы очень любим играть. Так. Нам хочется себя показать. Так. Ну и, пользуясь случаем, конечно, большое спасибо, Что пригласили второй раз. И если вы пригласите третий, четвертый, Мы с удовольствием придем. У кого подзаводится. У кого подзаводится. Ага. Репертуара хватит. Вот если я приглашу в третий, в четвертый, Хватит репертуара. Точно, да? У нас еще за бортом инструментальные композиции, Которых сегодня не будет. Так, не слышно. Микрофончик. Да-да-да-да-да, чтобы у нас все было для наших телезрителей. У нас еще инструментальные композиции, Где-то, получается, тридцать микрофон. Тридцать программу. Тридцать программу. Вот. И поэтому, вот сегодня мы, на самом деле, К сожалению, мы не совсем в полном составе, Одного человека нет. Но он у нас главный. Не по тарелочкам, а по инструменталам. Да, поэтому, к сожалению, не получится. Ну, зато я есть рядом. Если что, давайте мне, не знаю, бубины, будем вместе. По ситуации, хорошо. Леша, скажи, пожалуйста, Насколько часто выступаете? Насколько трудно найти площадку для выступлений? И как вообще удается договариваться с теми или иными, Не знаю, концертными залами, стадионами, Вот, что для выступлений? Ты знаешь, Олег, ситуация была такая, Что мы полтора года не играли вообще. Это было связано с моей работой. Да, я ездил по городам с артистами, с девочками, Коллектив «Сопрано-10». Так, Леша, чуть-чуть поближе к микрофону, чтобы да. Чтобы было слышно лучше, да. Да, да. Вот, ездил полтора года, и очень плотный график был. То есть, никакой личной жизни, все в поездках. Очень хорошее, замечательное время. И мы не репетировали. Мы собрались полгодика назад, Отдохнули хорошенько друг от друга, И пересмотрели, очень здорово и хорошо пересмотрели вообще концепцию нашу. Начали чистить, начали лишнее убирать, И я скажу, что заиграли мы по-другому. Молодцы. И очень здорово, что мы сегодня вообще пришли в составе в таком электрическом. В прошлый раз мы были в акустике. Да, сегодня вот спасибо, что Вася настоял. Привезли комбики, барабанную установочку небольшую. И это очень... И да, и это очень приятно. И в таком качестве тоже. А мне очень приятно, что у нас уже есть первый звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня в голове было много вопросов, но отобрала два. Первый, в каком возрасте вы поняли, что музыка – это ваше призвание, причем каждый четверый. И второй, что такого запоминающего произошло между первым и первым классированием и второй? Спасибо. Спасибо вам большое. Отвечаем. Значит, я начал в армии. Вот я, как увидел этот инструмент, гитару, что-то у меня такое было завораживающее, что как вот под гипнозом. Леш, подожди, у тебя не было вот этого вот 14-летнего подъездного варианта? Не было. Ты сразил меня сейчас на повал. И нет музыкального образования, поэтому я получаю это сейчас в процессе музыкального образования. Вот, гитара на меня подействовала очень сильно. Еще, конечно, подействовало, что на меня сильно – это любовь отца к хорошей музыке, потому что постоянно в доме играла очень хорошая, качественная музыка, джаз хороший. Была такая возможность. Я думаю, тоже повлияло, безусловно, на вкусы и на ориентиры музыкальные. А вот Иван, Иван, скажи, пожалуйста, ты-то в каком возрасте взял гитару? Я когда учился в шестом классе, я взял в руки гитару, но я ее каким образом взял? Просто гитару подарили отцу, на соревнованиях он выиграл приз, гитару. Он на ней не играл, он ее принес, я на ней тоже не играл. Но я на ней не стал играть, я просто взял ее в руки и, наверное, несколько лет вот так крутил. Колки, там, вау, вау, такие звуки издавал всякие. А играть начал, ну, тоже, я тоже из поздних. Илья, к тебе сразу тот же вопрос. Возьми, пожалуйста, тогда только микрофончик. Он за два месяца до рождения начал играть. Как у тебя произошло знакомство с гитарой? С баяном. А, первый, значит, был баян. Да, баян. Был самым первым, я во втором классе учился в музыкальной школе. Потом я ее бросил, она находилась на речном вокзале, я жил на Домодельской. То есть, это противоположный конец Москве абсолютно. Я ездил, ездил, потом устал. Собственно говоря, сбежал. Так получилось. И прошло очень много лет. Кстати говоря, про армию. Такая же точная история. В армии на втором году службы 5-я танковая армия попыталась создать какой-то ансамбль для... Надеюсь, не Гудеряна? Нет, нет, нет. И меня выцепили там из Мариной Горки, из пехоты, там, откуда-то привезли в Бобруйск. И, в общем, мы там начали... Это была моя фактически первая группа, вот. Я именно тогда почувствовал вкус именно... Не то, что к музыке. К музыке это было пораньше немножко, да, но именно к работе с коллективом. Вот именно что такое, что это какой-то кайф. Как я тебя понимаю, потому что у меня в армии тоже был, что называется, момент, когда я был в коллективе, играл в духовом оркестре, на плацу. Левый, 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 левый. Пока ты передаёшь микрофон Василию. Василий, задаю тебе практически тот же вопрос. Почему ударные инструменты? Ну, со мной всё немножко сложнее. С тобой всегда, всё время сложнее. Вот пришли, ребята, нормальные гитары, всё в порядке. Я бы тоже сейчас с трубой пришёл бы. У тебя же целая ударная установка. Примерно, когда мне было лет 12, я играл в хоккей и сломал клюшку. Вот, подумал, зачем мне его кидать? Пришёл домой, натянул 4 лески. Это была моя первая гитара. Вау! Потом попросил маму, она мне купила уже гитару, мне было лет 13-14. А, ты застал, застал идти. Да, у меня были и подъезды, как ты уже сказал, и всё. Ну, было замечательно. Потом уже где-то нашёл барабаны, поставил их, соответственно, дома. Соседи, сразу извиняюсь, уже забыл её. Да, и дома играл на барабанах. Так что всё так и пошло. Бедные соседи. Василий Васильевич играл дома на барабанах. Я тоже играл дома, но у меня хотя бы сурдинка была, да? Всё понятно. Уважаемый наш телезритель, к сожалению, по-моему, не представился. На вторую часть вашего, на второй вопрос ребята, я думаю, с удовольствием ответят. А если забыли, я вам напомню, что за вопрос. После того, как мы сыграем и споём. Отлично. Я тоже так думаю. На север. Да. Вот представляете, Василий играл дома на ударных инструментах. А у меня сейчас дома бедные соседи. Я сколько раз уже им говорил, ну уж потерпите, так бывает. Что, да, не только Василий у нас на ударных инструментах, ещё и электрогитара, бас-гитара. И, как называется ещё раз? Мандолина. Мандолина электрическая. Поехали. Господи, меня это ждёт. У меня сын учится на барабанах. В музыкальную школу поступил. Ну, ладно. Поехали. Песня называется «На север». Хоба! Далеко разбрелись мы по долам, по городам. И нелегко так от разлук порою нам, порою нам. Но не напрасно, не напрасно мы здесь живём. Мы встретились с тобой, что жизнь прекрасна, жизнь прекрасна. Скажешь мне, иди за мной. И если двинуть на север, то попадаешь на юг. Такое вот дело, замкнутый круг. И опьяняющий ветер пусть гуляет шаленой. И будет чистое небо над головой. Над головой. Город, солнце, облака и океан. Город, солнце, облака и океан. Жизнь такая сегодня здесь, а завтра там. Город, солнце, облака и океан. Но не случайно, не случайно мы здесь живём. И встретились с тобой, что это всё большая тайна. Скажешь мне, иди за мной. Скажешь мне, иди следуй за мной. И если двинуть на север, то попадаешь на юг. Такое вот дело, замкнутый круг. И опьяняющий ветер пусть гуляет шаленой. И будет чистое небо над головой. Над головой. И давай, Василий Васильевич. Спасибо. Спасибо. Пусть всегда будет чистое небо Над головой Вот я вот И мир во всем мире Вот вы знаете, ваша музыка Опять-таки, да, мы встречались Первый раз, и сейчас Вот ваша музыка заставляет меня Я не знаю, насколько произвольный или нет Вот заставляет меня вместе с вами В такт, что называется Приятно, да Мне как приятно слышать вас Напоминаю вопрос нашего первого телезрителя Что было между первым Что произошло интересно между первым Приходом ко мне в гости И вторым Это касается именно музыки Музыки, конечно Но все остальное Мы оставим для другой Передайте по другим названиям Нет, я еще раз повторю, что Мы сделали такой хороший переанализ Встретились заново И по-другому посмотрели на свое творчество Друг на друга В первую очередь И Не знаю, как Что вы увидели? Хороших людей Добрых Вокруг Мы повзрослели Вот Вот это дорогого стоит Вот скажи, пожалуйста Ну, и по крайней мере Из рок-энциклопедии Можно понять, да Что Ну, нет, наверное Группы В которой Вот от начала и до конца Да Просуществовала в одном составе И не было каких-то склок Недоразумений И так далее На ваш взгляд Что нужно Для того, чтобы пройти Вот этот путь Да И не потерять Ни себя Ни друг друга Вот я так это Да, пожалуйста Ну, это химия Тут Только химические причины Угу Ну, вот есть же примеры Да, там, не знаю Машина, время Там, ролик Семья на самом деле Ну, вот что нужно сделать Чтобы семья вот как бы сохранилась Да Я согласен, коллектив Это же семья Чтобы там, да По большому Ну, такая только большая Ну, я согласен Как и в семье И самое главное Нужно двигаться Двигаться Не стоять на месте У нас музыкальная программа Ты же понимаешь Да, да, да Я имею в виду В хорошем смысле Музыкальном Творческом Профессиональном Нужно расти Двигаться Двигаться Работать Постоянно Неуклонно Выступать А где Ну, выступать понятно Где-то что-то Договариваться А репетируете-то где? На базе Что за база? Откуда? Где? Мы Платим денежку Собираемся там Раз-два в неделю В основном сейчас Раз в неделю пока Надеюсь, будем два Получится По семейным обстоятельствам Сложно это сделать Снимаем на Тульской базу Платим денежку И вперед С девяти до двенадцати Вот видишь Они нам скидки не сделали А мы сейчас Сделаем рекламу Мы адрес не сообщили Да Мы адрес не сообщили Можно говорить Сколько угодно Но если честно Мне очень хочется Вас слушать Как и всем нашим Телезрителям Которые все больше и больше Подключаются И к интернет Вещанию И к телеканалу Видное ТВ Всем привет Слушаем музыку Ну вот Вась Настал Твой звездный час За облака Мы ее в прошлый раз Сыграли в акустике И вот Опять же скажу Вася не попросил Он настоял Чтобы мы эту песню Сыграли Вот в таком тоже варианте Умеет убеждать Да Послушаем Поехали Еще раз Извините Ничего страшного Бывает Да Я Каподастер Снял А забыл Да Лады Нет Играем в ми В ми? Поговорим Просто Зато это лишний раз Подчеркивает Что мы играем Не под фонер В миноре Играем А я уже В предыдущей песне Доказывал Что мы играем Живей Поехали 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 Дальняя дорога И что там впереди Позади тревога Когда по ней идти Бессонные ночи Тяжелый маршрут Новые встречи Дома, где нас ждут Подниму я свой крест И понесу да по дорогам Да в поисках мест Пройденных Богом И золотые купола Старинных церквей Будут маяками В суете новых дней А по ней А по ней Вернусь когда-нибудь туда За облаком А на ней На ней найду Судьбу свою Наверняка Вернусь когда-нибудь Субтитры подогнал «Симон» Я вернусь по дороге, а дорога по мне И лучше жить на пороге, чем топить грусть в вине И провожая закат, вместе с ним умирать Встречая рассвет, возрождаться опять В дороге много не нужно, только хлеб да вода Да немного надежды, чтоб терпеть холода И не считая столбов пройденных верст Слышать дыхание далеких разбросанных звезд А по ней вернусь когда-нибудь туда за облаками А на ней найду судьбу свою наверняка А по ней вернусь когда-нибудь туда за облаками А на ней найду судьбу свою наверняка Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Удачи нам всем на дорогах Ты прям по скриптам практически каждой песни делаешь по скриптам Мы говорили о том, что как изменились вы С момента нашей первой встречи и до сегодняшнего дня А как изменилось то творчество, чем вы занимаетесь? Музыка, которую вы пишете, играете Как она изменилась? Она тоже повзрослела? Что с ней произошло? Ну очень хочется надеяться на это Конечно, она в плане того, что есть опыт некий уже И скажем, вот Илья играет еще в других командах Я там тоже иногда подыгрываю в другой команде И этот опыт, он, конечно, дает о себе знать И в плане аранжировок Аранжировка это наше совместное Совместное дело Вот я приношу песню Сыграл ее Ага, Вася, значит, думает насчет ритма Сразу бас Вот это все такое Варева такое совместное Вот это и есть творчество Это самый интересный момент такой И я думаю, что да Мы подрослели Музыка наша становится с одной стороны проще, легче И, скажем, если раньше у молодого музыканта есть такое желание Там наваять, там наиграть тысячу нот в одну секунду То есть сейчас этого уже нету Уже идет осмысленный процесс И хочется сыграть три ноты Но сыграть то, что нужно Вот в этом плане Да, вот, пожалуйста Вот давай, пожалуйста, возьми микрофон Да Возьми, пожалуйста, микрофон Вот расскажи, насколько комфортно играть вот с этими мальчиками? Насколько тебе интересно играть с ними? Ну, в этом коллективе Я, конечно, понимаю, они сейчас рядом сидят, да? Но, тем не менее, пока вот мы так чуть в сторонке с тобой вдвоем Да нет, на самом деле мне с ними всегда было очень интересно играть И началось все с того, что я, ребята, развернул в сторону инструментальной музыки Они даже об этом не думали, никто об этом не думал Я думал, что они только не думали, они ничего и не знали, может быть, да Илья – это самая старейшина Вот Андрей, Илья Да, да, да А потом я понял, что я совершенно не умею играть песни Ближе микрофончик Да, вот, и, собственно говоря, группа «Зеркало» меня научила это делать Потому что я стал понимать, что такое песня Я стал понимать именно, что такое в аранжировках, в плане там, ментальном, духовном и так далее Там, трансцендентальном, музыкальном, сольфеджи, ну и так далее Да Вот, то есть для меня, на самом деле, «Зеркало» – это очень большая школа Мне казалось, что я много знаю до того, как я попал в группу Ну, опыт там и так далее Я там учился на гитаре, джазовый колледж, там, преподавал там какое-то время Оказалось, что нет То есть для меня «Зеркало» – это школа Василию передаю микрофон Василий, не скучай там Нет, мне комфортно Да Вот такой у меня к тебе вопрос Вот смотри, когда, наверное, да, в какую-то определенную группу Ну, и не знаю, возьмем, боже мой «Deep Purple» Приглашаю, да, какого-то музыканта Понятно, имя определенное, да Хочется поиграть, хочется вкусить всей прелести музыкальной А что тебя привлекло, почему ты пришел в эту группу? Лешины песни Так То есть настолько они проникли в меня И я проникся в то, что вот Алексей пишет, какие песни Я незамедлительно просто сразу позвонил и сказал, что я хочу с тобой играть Угу То есть пока, пока можно сказать о том, что ты Сколько уже в группе? Хороший вопрос Наверное, с какого года? 2002-го, наверное, да? Второй, третий А, то есть, в принципе, группа достаточно давно уже существует То есть нельзя сказать, что вот она так Пару-тройку лет назад, да? Да нет, мы переиграли на всех площадках в Москве По всем клубам практически Просто потом была пауза Там полтора года Потом мы еще репетировали И переосмыслили все Заново делали аранжировки Потому что мы поняли, что мы не можем играть по-старому Так, как мы играли Вот сейчас у нас идет такое Выползание Такое вот Свет В свет Выход в свет А те песни, которые вы играли Десять лет назад Не знаю, пять-шесть лет назад Вот сейчас, если вы их исполняете Вы уже их по-другому исполняете Вы по-другому их чувствуете По-другому Вы по-другому их видите По-другому По-другому В эмоциональном плане И в игре более Более Спокойно В хорошем смысле А вот я до сих пор не могу успокоиться Чтобы не предложить вам еще раз сыграть С удовольствием, спасибо Давайте не молчи Сыграем Пошумим Чуть-чуть Мы любим шуметь Ну так, грамотно, аккуратненько Нам как-то один раз Я помню Вот я запомнил случай Мы поиграли И молодые люди подошли И говорят Спасибо, вы очень хорошо Громко отыграли Да Это такой вот Знаете, да? Это да, анти-пиар Такой камень в огород Не, ну помните Яролаш же был Когда мы красные кавалеристы Там все уши зажимали Неужели Козловский пел громче меня, да? Вот примерно как-то вот так Ну что, слушаем Поехали Спой мне песню Спой о любви Чтобы задушу изнутри Закружила, чтоб унесло далеко За крайшек земли Расскажи еще, расскажи О том, где настоящее, где миражи Все приняв, как есть, без вина Расскажи Как не сойти с ума Дай побольше сил и молитв Чтоб прощать врагов после битв Хорони друзей и без слез Дай же сил Чтоб верилось всерьез Научи ты нас Научи Иначе белый свет любить Без причин Благодарно все Принимать Научи Научи Как легко Умирать Не молчи Не молчи Песню пой Одиноким ветром Прокричи Прошепчи В тихом сумраке Предрассветном Не молчи Не молчи Песню пой Одиноким ветром Прокричи Отпусти В тихом сумраке Предрассветном В тихом сумраке Предрассветном В тихом сумраке Субтитры сделал DimaTorzok Спой мне песню, спой о любви У нас есть телефонный звонок нашего телезрителя. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Татья. Хочу спросить следующее. Скажите, в вашем репертуаре только песни Алексея или есть что-то еще? Алексей, каким образом раздаются ваши песни? И еще один вопрос. Я так понимаю, что все-таки музыка это хобби. А чем разрабатывается на жизнь? Спасибо. Спасибо большое. Прямо вот видите, сразу сколько. Получите, распишитесь. Можно я по первому вопросу? Да, конечно. Мы поем только песни Алексея. Это строго. На этом вся группа и основана. Дальше отвечайте сами. А вот дальше отвечайте сами. Алексей, говори. Ну, слава Богу, что песен хватает нам еще. И песни, которые нужно делать, тоже хватает. Слава Богу, пока пишется. Но мы еще играем то, что Илья говорил, кроме песен инструментальные вещи. Это тоже вещи Илюши, Андрея. И, к сожалению, сегодня мы их не сыграем. Ну, в третий раз, может быть, придем, сыграем. Да, обязательно. Я больше, чем уверен, что все это возможно. Вот скажи, пожалуйста, режиссер, ну, там, не знаю, театр, кино, прежде чем поставить какой-либо спектакль, да, он должен определять для себя сверхзадачу. Для чего он хочет именно поставить эту вещь? Что он хочет сказать тем вот этой постановкой? Когда ты пишешь стихи, когда ты пишешь музыку, у тебя приходит вот такое осознание, для чего и что ты хочешь сказать этому миру своей песней? Сначала у меня получается мелодия. Ритм. Ритм, мелодия. Потом уже на это пишу стихи. Самое сложное, я думаю, что у разных авторов по-разному, да, вот, что самое сложное, это вот найти некую такую вот сердцевинку, вот, нащупать ее. Вот ты ее нащупал, это смысл вот этой песни. А вокруг уже написать слова, вот как накрутить, это уже такой, ну, технический момент. То есть, на твой взгляд, если ты хочешь сказать, не знаю, люди, будьте добрее, любите друг друга, там, не знаю, уважайте друг друга, там, стариков, младших, и помните о родителях своих. Вот как наматывается вот это вот все? Я понял. Вот мое отношение, да, вот к музыке, к творчеству, позитивное. Я считаю, что музыка, песня должны настраивать на позитивные, ладно, даже если песня минорная, грустная, там, да, после нее должно быть светлое и хорошее ощущение, чувство. То есть, вот я считаю, что творчество должно этому служить, позитиву. А вот потому я чувствую, и по скриптуму, который ты после песни говоришь, тоже примерно оттуда же рождаются. У нас еще был вопрос от нашего телезрителя, что это хобби, да, как я понимаю, музыка. Чем удается зарабатывать на жизнь? Так, Илья у нас, Илья взял микрофон. Вот это единственный, кстати, у нас человек, который зарабатывает на жизнь музыкой. Музыка не хобби. Музыка – это вся жизнь. Музыка – это образ жизни, образ мысли. Я зарабатываю на жизнь исключительно музыкой, и к этому я очень долго шел. Десять лет я проработал фоторедактором в разных журналах и газетах. В Москве был Rolling Stones, был Billboard, куча женских журналов. Журнал Cool даже был, я работал, когда он еще существовал. Потом я каким-то образом из этой среды просто вынырнул, причем сам. И я очень боялся переходить, очень боялся, потому что все-таки из офиса на вольное плавание, фриланс и так далее. Ну, не прошло и года, как я уже себя в этом качестве ощущаю довольно комфортно. То есть я преподаю, я преподаю частным образом там в специально отведенных для этого заведениях. То есть, в принципе, и играю концерты. То есть для меня музыка – это, как бы, с одной стороны, и работа, и удовольствие, но все это в одном. Леш, тебе тот же вопрос. Чем на жизнь зарабатываешь? – Работаю. – Спасибо. – Я работаю администратором женского коллектива хора турецкого «Сопрано-10». Это ее новый проект. Вот в связи с чем была связана наша такая пауза долгая, потому что я просто ездил по городам, по странам, с девочками. – Ты ездишь по странам и городам, с девочками. Илья у нас зарабатывал в женском журнале. Теперь я не знаю даже, стоит ли, Иван, тебе задавать этот вопрос. У тебя было что-нибудь? – Я не в женском коллективе работаю. – К сожалению. – Не повезло. – Я понял. Скажите, понятно, что на телеканале «Видной ТВ» все музыканты играют за бесплатно. Уж простите. А есть ли площадки или места, где действительно удается зарабатывать музыкой, и нет ли желания найти продюсера, найти менеджера, который будет что-то продвигать, услышит? – Хороший вопрос. – Эй, продюсер! – Хороший вопрос, потому что не думаю, что наша музыка будет такой, наши песни будут такими вот прям… – Продаваемыми. – Продаваемыми, коммерческими. – Скажем прямо, продаваемыми. – Да. – А почему нет? – У нас это хобби, мы с удовольствием играем. – Ты думаешь, когда… – Подожди, ты думаешь, что, не знаю, Шевчук, Бутусов, Земфира начинали специально писать для продажи? – Ну, все может быть, все может быть. Просто глядя сейчас на ту ситуацию, которая творится на рынке музыкальному. – Да просто, может быть, время другое было тогда? – Ну и время другое, конечно. – Не будем о грустном. – Не будем о грустном. – Не будем. – Давайте о веселом, учитывая, что в мажоре сейчас прозвучит песня в мажоре, нет? – А как ты угадал? – Я надеялся, что после нашего разговора именно так. – Давай дыхание сыграем. – Что сыграем, как? – Песня называется «Дыхание». Дыхание. Дышат люди, дышат звери, дышат все цветы, деревья. Волны, что при дороге, тоже дышат кислородом. Даже горы и вершины дышат ветром и в долины. Выдыхают океаны, поднимая вверх цунами. Дышат звезды, чемпионы, собирая стадионы. Мамы, папы в закоулках, а потом рожают в муках. И профессор, и тупица, и уважаемые всеми лица, И мерзавец, и творец, и не дышит лишь мертвец. Воздуха глотая, в легкие вдыхаем. Мы один с тобою, ты и я валую кровь, Как питание валую кровь. Голову теряем, потому что знаем, Что у нас одно дыхание, И одна без дна любовь. Голову теряем... Голову теряем elseлень, а потом поodesкортое И Hatna телена во auch дыхание. Дышат больные над ними врачи И на известной картине грачи И тот художник, что их рисовал Тоже тогда вдохновенно дышал Гармонисты и кузнецы Раздувают меха молодцы Стеклодов выдувает фужер Который купит коллекционер А в политике на переговорах Споря о судьбах разных народов Вздыхают, решают, кому же Дышится лучше, дышится хуже Задыхаются правдолюбые Чуть дыша в свои сжатые губы И улыбаются хитролжецы И не дышат лишь мертвецы Баю-бай-бай Отдыхай-яй-яй Воздуха глотая В легкие вдыхаем Мы один с тобою Ты я валую кровь Как питание В алую кровь Голову теряем Потому что знаем Что у нас одно дыхание И одна без дна Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Баба-бай-бай Воздуха глотая Легкие вдыхаем Мы один с тобою Ты я валую кровь Как питание В алую кровь Голову теряем Потому что знаем, что у нас одно дыхание И одна без дна Любовь Как же ж приятно, ребята, как же приятно И тексты, и музыка И вообще, что вы сейчас пришли ко мне в гости Спасибо Иван, спасибо Я уверен, что выразил общее мнение всех наших телезрителей Вот песня называлась «Дыхание», правильно? Дыхание А в чем ваше дыхание? Вот поймать эту волну, грув общий И двигаться в пульсации в единую Вот тогда идет Даже если ты по ритмике хромаешь, чуть-чуть двигаешься Ты все равно это делаешь вместе Плавно Потому что даже на записях, на звукозаписях В студиях звукозаписи сейчас пишутся ребята Потом вот так ровненько-ровненько все причесывают По клику Там выровнял, там выровнял, там кусочек Ставят вещь, а вещь не звучит Вот это вот единое дыхание, пульсация, движение Вот вместе Вот мы так скомпоновались и вместе двигаемся в пространстве Я понял, а вот скажи, вот если, ну скажем так, отнять у вас инструмент Сможете дышать? Ух, какие вопросы Чем мы займемся тогда другим делом? Ну каким? Не, наше, наше вот призвание, это музыка Мы через это выражаемся Через это общаемся друг с другом Даже без слов Вне слов Как инструменты можно отнять? Вот Вася учился на гитаре играть, как? Он сломал клюшку, натянул на нее леску Ну как, вот отними у него Кстати, играет на гитаре Я поэтому говорю, что Как дышать-то, если вот не будет инструмента? Как так? Поглубже Большое учение дыхания, это тоже инструмент Ну, конечно У нас есть телефонный звонок нашего телезрителя Давайте пообщаемся Добрый вечер Добрый вечер Добрый Вот хотелось бы пожелать ребятам успехов в творчестве Особенно Василию Васильевичу Это кто-то знакомый Саш, привет, да Это мой брат двоюродный Привет, привет, Василий У Василия сегодня, кстати, юбилей Дочке три месяца, да? Да, совершенно верно Вот, да Вот тоже удачи эти Тебе Вам всем, ребятам тоже Спасибо Спасибо большое, Саш Удачи, счастливо Спасибо Спасибо вам большое Василий Васильевич С маленьким, небольшим юбилеем Спасибо, Олег, спасибо Давайте перейдем к теме семья Насколько семья поддерживает ваши увлечения, да? Вот они помогают вам творить и дышать, в конце концов Безусловно О чем мы говорили Конечно, когда тебе помогают, они препятствуют Это такая поддержка мощная И у меня дома все очень любят то, чем я занимаюсь Вот и поддерживают всячески Иван, расскажи, пожалуйста Вот как Вот как Как ты чувствуешь, что Семья всегда рядом Что она Всегда вот, да Вот эти плечи всегда придут на Как говорится, поддержать Ну, мобильные телефоны сейчас есть Да Хорошо То есть мы Все время можем быть на связи Не, ну Честно говоря, мне сложно ответить на этот вопрос Но это такое Это что-то естественное Это часть тебя, в общем Конечно, если Ну, без этого невозможно, на самом деле Если бы с семьей было что-то там не то, наверное Наверное Я бы так не сидел весел Наверное, мы бы играли другую музыку И играл бы другую музыку Совершенно другую музыку Я понял Далее Да, нет Я просто хотел сказать, что Огромное спасибо моей жене Ближе микрофона Которая, да Жена не услышит Я только хотел сказать Ну, давайте сейчас Передадим привет всем нашим семьям Относится к моим увлечениям И, честно говоря, она героическая женщина И воздушный поцелуй Меня терпеть почти не Потому что у меня То, извиняюсь, понос золотуха То ученики, то запись, то студия Ну, что-то учить, то что-то Вот И между всем этим Ну, трое детей вокруг Они как бы так Ну, вот Мы существуем в одном этом В одной галактике Вот То есть На самом деле И отпускает меня Хочешь на гастрю? Пожалуйста То есть, в принципе Как бы Естественно, я когда могу Всегда ей помогаю И помогаю всем, чем Илья, скажи, пожалуйста Где находят таких жен? Не знаю Трое детей И еще отпускают на все На все Так у меня та же ситуация Каждый день Каждый день Я Бога благодарю за то, что послали И я тоже Я говорю это в эфир Спасибо большое Иногда забываю Спасибо Правда, спасибо Вы давайте А давайте попробуем Знаете, что сделать? А давайте посвятим Нашим семьям Какую-нибудь песню Да? Но пока вы думаете Совещаетесь У нас есть звонок Нашего телезрителя Добрый вечер Алло Говорите чуть громче, да Говорите, говорите, говорите Добрый день Просто я смотрю Я смотрю Я смотрю Задержка идет А так и подальше Давно знаю Эту команду Спросили Служили в армии У ребят был На студии На концертах Замечательная команда Хотел пожелать Только вперед Вперед Всегда Вперед Спасибо Привет, Виталь Спасибо Виталь, привет Ребят, давайте Прорывайтесь Вперед Хорошие музыки Хорошие тексты Надо насыщать Нашу эстраду Такими командами Какой Мы не против Спасибо Спасибо Большое Ну, по крайней мере Я надеюсь Что то, что мы делаем сейчас Это своего рода Маленький вклад Маленький вклад В то, чтобы Действительно Люди Понимали Что Есть в жизни Хорошие вещи Хорошая музыка Вы договорились? По поводу Какую песню Рядом с тобой Какую песню мы посвящаем Потому что Потому что у нас Песня называется Рядом с тобой Потому что, как я понял У нас Это последняя песня Да вы что? Да, час пролетел Вот так вот Ничего себе Ну что Ну что Всем здоровья И терпения Ну и мы Будем стараться Чаще Появляться И радовать вас Надеюсь Радовать Хорошими песнями Удачи Спасибо большое Каналу Видное ТВ Особенно тебе Олег Василий Я вот Ну я знал Что ты должен Хоть что-то сказать Такое Что он был Сразу тебе Микрофон отдавать Что не забываешь Приглашаешь Конечно Приятно очень Спасибо большое Видновскому рок-клубу За помощь За организацию Съемок За техническую поддержку И Дворцу спорта Видное Конечно Тоже большое спасибо Ну и всем 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 мира Всех целую Всех обнимаю Вань Твое слово Я присоединяюсь Всем спасибо Всем спасибо Что мы здесь Что Все здесь Все там И Почти получилось Как на награждение Оскара Спасибо Спасибо Да Илья Твое слово Товарищ Маузер Время быстро У вас тут очень комфортно Я на самом деле Очень сильно Расслабился Разыгрался Да Нахожусь в каком-то Другом времени Пространстве Скажи пожалуйста А я могу Вот взять в руки Твой инструмент Конечно Конечно Можно Это называется Мандолина Так Мандолина Мне ее Это китайский инструмент Который мне привезли Из Нью-Йорка Вот Я его очень люблю Я почему Потому что сейчас Сейчас Потом запись Сохранится Я могу потом Вполне серьезно сказать Ребята Я играл в группе Зеркало Мы подтвердим Ну что Дорогие друзья Я с вами прощаюсь Это была Группа Зеркало Спасибо всем Кто Помог Осуществил Этот эфир Всем Всего доброго Группа Зеркало Поехали Спасибо еще раз Видно Спасибо операторам Вот их не видно Ребят Спасибо Спасибо Звукорежиссеру Звукорежиссером Всем В всей команде Песня Рядом с тобою Рядом с тобою Все залито светом И даже зимою Как будто бы Летом Не знаю Что завтра Не помни Что было Но все же Прекрасно Быть рядом с тобой А рядом с тобою И грусть И веселье И свежесть И легкость И тяжесть Похмелья Глупцы И эстеты Купцы И поэты И всем им За счастье Быть рядом С тобой За тобою Днем И ночью Кто с мольбой Кто Между прочим Кто успел Кто Догоняет Кто Нашел Кто Вновь Теряет Быть рядом с тобою Счастливое Счастливое Время И кажется Мигом Бегущее Время Без тени Сомнения И без Сожаления Дано мне Судьбою Быть рядом С тобой С тобой Зад Тобою Днем И ночью Кто С мольбой Кто Между прочим Кто Успел Кто Догоняет Кто Нашел Кто Вновь Теряет Зад Тобою Днем И ночью Кто С мольбой Кто Между Прочим Кто Успел Кто Догоняет Кто Нашел Кто Вновь Теряет Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok